Появление в дверях ветеринарной клиники такого пациента взволновало не только посетителей, но и медперсонал. Не каждый день приходится оперировать царя зверей. Симону привезли из Санкт-Петербурга. Каждый шаг ей дается с трудом. Из-за того, что конечность деформирована, вес и нагрузки распределяются неравномерно. Пальцы выворачиваются. Если мы с вами попробуем ходить криво, ставя ногу, нам, очевидно, будет неудобно. Симон и еще львенок, рассказывают специалисты. Но даже для своих 9 месяцев она слишком маленького роста. Скорее всего, предполагают зоозащитники, прежний хозяин неправильно кормил хищника. В клинике, конечно, ежедневно делают множество операций разным животом. Но даже для опытных хирургов лев все-таки экзотика. Ветеринары говорят, подобные нарушения в росте костей случаются у кошек и собак. Так что в теории план операции составлен. Больше вопросов к постоперационному периоду. Характер хищника не позволяет рассчитывать на то, что будет соблюдаться полный покой. И здесь специалистам придется подстраиваться под дикий нрав. Александр Васюкович, бывший владелец Симона, участник нашумевшего телепроекта, любовь не построил, решил попытать счастье в бизнесе. Львица жила в его квартире несколько месяцев. Говорит, купил дикую кошку по объявлению. Планировал подзаработать на проведение фотосессий. Ценник за услугу, признается, установил довольно высокий. В итоге прогорел. Плюс она не могла ходить. Она лежала в переноске. Ну то есть вообще она не могла ходить, потому что у нее три лапы было поломано. Есть снимки. То есть это через месяц, когда я ее взял. То есть я не мог за месяц довести ее до такого состояния, чтобы она себе сломала лапы. Я ее сам поднял на ноги. Эти кадры сделаны в Центре защиты диких животных за несколько дней до операции. Симона веселая и игривая. Чтобы забрать львицу Васюковича, волонтерам пришлось объявить сбор средств среди подписчиков. За сутки на счет поступило 70 тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы выкупить царя зверей у бывшего хозяина. Он узнавал, может ли он ее навещать. Я ему рекомендовала достаточно длительный период времени не появляться. Просто потому, что для нее это может послужить стрессом. У них хорошая память. Она его наверняка вспомнит. Ну, вдруг затаскует малую. За путешествием Симона в Москву следили тысячи подписчиков Центра защиты диких животных. Волонтеры даже трансляцию в интернете организовали. Само хирургическое вмешательство заняло около 20 минут. Теперь мы предоставим природе поработать над этим львенком. Если потенциала роста хватит, то эта кость выпрямится сама по себе. Теперь львицу ждет длительная реабилитация. Ветеринары надеются, что повторной операции Симоне не понадобится. Павел Кузнецов, Марина Старкова, Ольга Кеменчижиди, Вячеслав Пономаренко, Денис Лизгунов и Лев Мусальников. НТВ.